Программа дуального обучения, внедренная в 2012 году в учебных заведениях по всей стране, требует качественной доработки, считают уральские педагоги. По их словам, бизнес не заинтересован в институте наставничества. Отсюда и низкая квалификация молодых кадров. Как известно, по дуальной системе 40% знаний составляет теоретическая часть. Ее преподают в образовательных организациях. А 60% – непосредственная практика на рабочем месте. Об этом Батогос Базарбаева. Больше миллиарда тенге в прошлом году получили колледжи региона для модернизации технической базы, чтобы теоретическую часть приблизить к условиям практики. В агротехническом колледже по программе ЖАСМАМАН в прошлом году оснастили пять обучающих площадок. К примеру, для теоретического обучения будущих строителей закупили последние разработки цифровых нивелиров и электронных тахеометров. Теория от практики не сильно отличается, конечно. Но все-таки, так скажем, опыт не помешал бы. Это вообще новая получается разработка. Так-то мы в теории проходили именно старые. А это даже наоборот облегчает много задач. Во-первых, большой функционал. Данила поступил в колледж после девятого класса. Профессия строителя престижна и востребованна, считает он. В колледже на одно место претендует от пяти до десяти человек. Готовят здесь кадры для сельского хозяйства, нефтегазовой и строительной отрасли, энергетиков, слесарей, сантехников. Вот только полученные знания закрепить на практике студентам не удается, отмечают педагоги. В связи с тем, что не хватает мастеров на производстве. И согласно плану, день в шесть часов мастер с нашими ребятами не занимается. Нашим преподавателям был хотя бы доступ, чтобы день в три часа, чтобы на производстве, на их оборудовании наши преподаватели могли бы обучать вместе с мастерами. Вот тогда было бы более качественное закрепление материала. Они дополнительную оплату за это не требуют. Здесь мы учим схеме, здесь чертежу. Это азбука, с этого должна начинаться обучение энергетика. В программах методика другая, для нас непонятная. Поэтому расходится теория с практикой. На трансформаторном заводе мастеру платят надбавку за наставничество 10% от зарплаты. Но начинать обучение приходится с азов, отмечают на заводе. Студенты допускают много брака. Приходится списывать за счет предприятия. Основная проблема дуального обучения – на производстве не хватает наставников. 15 студентов направляются к одному мастеру. Мы предлагаем допускать опытных преподавателей на заводы, проводить практические занятия на производстве. Сейчас профессионально-техническое образование получает свыше 17 тысяч юношей и девушек. 23 из 35 колледжей региона работают по дуальной программе. Трудоустраивается по специальности 70% выпускников. Фотогос Базарбаева, Руслан Газезов, Конат Махмутов, Уральск, Хабар, 24.